Друзья, добрый день! В своих видео я всегда стараюсь быть максимально объективным, подтягиваю статистики, подтягиваю факты и пытаюсь вам дать какую-то информацию, которая будет вам максимально полезна, без моих личных эмоций. Особенно, конечно же, объективен и не предвзят я в обзорах Audi. Но сегодняшний обзор определенно точно будет предвзятым, необъективным, я буду прям бомбить, потому что вот у меня в руках есть ключ, на котором даже есть значок Мерседеса. И к этому ключу даже вроде как прилагается автомобиль, который он может открыть. Но проблема в том, что, как мне кажется, этот автомобиль, по крайней мере, к этому бренду не имеет никакого отношения. И сегодня я вам все-таки объясню, почему же полторы тонны железа, которые прилагаются к этому ключу, покупать вообще не стоит. С Мерседесом у меня довольно сложные отношения. Я вам сейчас их попытаюсь обрисовать и надеюсь, что вы их поймете. Вот смотрите, я как автомобилист существую 10 лет. Я права получил в 2009 году. Сел за руль, начал там ездить. Естественно, я читал журналы, изучал статьи, ездил на тачках друзей, бла-бла-бла. И везде, во всей рекламе, во всех статьях, во всей информации говорится, что Мерседес-Бенз это великий бренд. И с этим я не спорю вообще ни разу. То есть, типа, я не отрицаю, что, конечно, Мерседес в свое время придумали вообще все. То есть, вот все, что вы можете докоснуться до автомобиля, вот в 90% случаев эту технологию или эту какую-то конкретную хреновину придумали изначально на Мерседесе. И именно этому бренду мы обязаны, в том числе, за существование автомобиля в том виде, в котором он существует сейчас. Но, вот именно как автомобилист, именно как человек, который вот существует за рулем, я что-то как-то вот великих тачек особо не ездил. Ну вот, ну вот серьезно. Вот смотрите, то есть, по факту я автомобилистом, типа, ну, с 2010-го, там, плюс года, да, я начал ездить не только на батиной машине, а еще там, типа, где-то как-то перемещаться. И, понятное дело, когда мы там садимся в старый, там, 140-й, 124-й, мы такие, ой, да, но это уже все, как правило, очень уставшие экземпляры. И понятно, что они были крутыми когда-то, а сейчас ты такой понимаешь, что это, в принципе, памятник. Просто, что когда-то это была крутая тачка, а сейчас ты уже, ну, понимаешь, что она уже и, как бы, и рулится не так, и все-таки дедушка, и, там, 20 лет, и так далее. Из текущего модельного ряда чего-то вот прям такого грандиозного, ну, я лично не ездил никогда. И вот, знаете, для меня Mercedes, это вот, как, вот, знаете, вот раз в 5 лет к вам приезжает какой-то родственник, какой-то дядя, там, 38-юродный, которого вы вообще понятия не имеете, кто такой, и вот он, типа, и рассказывает про то, как он раньше, там, у него бизнес, заводы, пароходы, там такие истории, и ты даже ему веришь. И даже, скорее всего, у него это когда-то было. Но сейчас он сидит пьяный в трусах и на кухне у тебя. И ты такой, ну да, чувак, был круто, но сейчас что-то как-то, что-то не так. И у него, возможно, реально пароходы он так увлеченно рассказывает, что мы там такие делища воротили. И да, но сейчас ты в трусах, пьяный и на кухне. И вот так вот мне, вот такие ощущения у меня по поводу Мерседеса. Да, это великий бренд, я не спорю, но где вот прям сейчас-то классное точло? Что? Современный модельный ряд без слез не взглянешь. Ну, S-класс, да, S-класс всегда был визитной карточкой вопросов с ноль. Но опять же, там, сядь в семерку BMW, в А8 и прям такого-то, прям лютого какого-то космоса не будет. По управляемости, да, то есть он клево стоит, вообще вопросов ноль, клево поворачивает, резко на руле отзывается, вообще как не Мерседес. Да, понятное дело, что они не ставили пакет плохих дорог сюда и многоречажная подвеска, настроенный класс, вопросов вообще ноль. Но давайте будем честными, нам, непрофессиональным водителям, ну это, да, это тебе приятно, но ты все равно до конца-то оценить не можешь. И вот, кстати, я думаю, многие же из вас знают, что я не только на ютубе появляюсь, а еще и в телевизоре. Так вот, ребята из НТВ попросили меня рассказать про запуск нового автомобильного шоу, которое у нас в стране начинается сейчас, на данный момент. Шоу будет называться «Россия рулит» и в ведущих у нас Полина Максимова и Николай Фоменко. И вот кто-кто, а вот Николай Фоменко точно знает, как сделать интересное автомобильное шоу. Шоу создается при участии НТВ, Автоплюс и СНП Рейсинг. И самое важное, вот что лично мне кажется важным, это то, что оно нацелено на то, чтобы привлечь внимание к безопасности и культуре вождения. Мы с вами тут всегда на канале разгоняем про то, что нужно идти аккуратно, безопасно. И вот там как раз непрофессиональные водители будут учиться делать трюки, которые раньше были доступны только опытным водителям. Оценивать качество этого безумия будет жюри. И если участник получает три да, то он проходит дальше. Водители, которые разобьют свою тачку или не справятся с испытанием, или не уложатся в заданное время, покидают проект. В кастинге принимало участие порядка тысячи человек, водителей возрастом от 20 до 69 лет, то есть абсолютно любой возраст. И на отборочные туры прошло 69 участников. Шоу выходит на экраны на НТВ 28 сентября в 21.00. И по случаю запуска шоу НТВ проводит розыгрыш, в котором будут разыграны 10 призов. Там термокружки, пауэрбанки, флешки. Все это брендированное, все это лично от НТВ. Внимательно смотрите выпуск на канале НТВ и пишите ответ на вопрос в комментарии под этот ролик. А вопрос звучит следующим образом. На каком самом странном средстве передвижения будет ездить участник внутри шоу? Пишите ответ в коммент. А в следующем ролике мы его назовем победителей. Начнем с того, что вот в названии даже CLA, настолько в названии уже обманули дважды. Потому что по факту, ну это же А-класс, а эта буква стоит, ну, третий. С-класс, первая буква С. Другой автомобиль, это автомобиль Д-класса, там продольный мотор, все дела, нормальная компоновка, классическая туда, все хорошо. Сель, вообще другой автомобиль, который вот прям Мерседес, все отлично сел, муа, кайф. Я понимаю, что вы можете, ну, типа, он реально выглядит красиво. Давайте вот, ну, он выглядит хорошо. Все-таки добавлю немножечко объективности. Хрен с вами, так и быть. Да, выглядит он хорошо. Но, вот, он к российским дорогам не готовился вообще. То есть, его даже на конвейере собрали и такие, да, в жопу так отдадим. Как пакет плохих дорог, он же все испортит внешний вид. Маркетологи же понимали, что самое важное, это внешний вид в этой тачке и больше ничего. Поэтому у него не существует пакета плохих дорог. Как у большинства автомобилей, которые к нам приезжают в страну, на них всегда идет другая подвеска. Они всегда чуть выше европейских версий. И тут перевезли прям европейскую. И вот, смотрите, вот я вот так сажусь, и вот у нас жопа моя. И вот автомобиль на одинаковом уровне. Вот как вы себе представляете, это по дорогам какой-нибудь случайный город первой Тюмени. Омска. Че угодно. Вот здесь, мы сейчас вот сюда заехали-то на Смотру довольно сложно. Потому что есть лежачие полицейские. А у него еще подвесочка такая прям хорошая такая, не мерседесовская вообще ни разу. Такая прям, что с зубами щелкаешь на каждом лежащем полицейском. Но это мы чуть дальше расскажем. То есть, и вот у нас тут царапи. Это, ладно. Но просто первое, что вам нужно понимать, что вот все, что вы видите в этом автомобиле внешне, сразу, как только вы к нему подошли, такие, о какая красота. Вот на этом моменте, если вы развернетесь и уйдете от автомобиля, это будет самое лучшее впечатление от силы. Все. Вот на этом, видите, лучше остановить свое знакомство с этим автомобилем. Потому что дальше будет только хуже. А там тепло. Ладно, у силы есть плюс. Там тепло, можно руки погреть. Так и быть. Конкретно с этим автомобилем у меня проблема следующая. Вот смотрите. Автомобильные бренды, как таковые, могут в данный момент продавать автомобили только в том случае, если у них есть своя уникальная идеология. И они, следуя этой своей идеологии, дают клиенту нечто большее. Что-то очень нематериальное такое. Чего не могут дать другие. И если ты, как бренд, отличаешься от всех остальных какой-то своей мулькой, какой-то своей фишкой, тогда тебя будут покупать. Так вот, у Мерседеса лично, по моим ощущениям, я, может быть, не прав в этом моменте. Напишите в комментариях. Это я сейчас не бать на коммент вам, а вот, ну, реально, вот что такое для вас бренд Мерседеса. Потому что для меня это безоговорочный комфорт, статус и, ну, какое-то такое, знаете, превосходство. Но самое главное, это комфорт. И вот, как вы можете заметить, у этого автомобиля его вообще нет. И он не режется, он вообще не режется с брендом Мерседес у меня. На нем, ты видишь, Мерседес присутствует. Комфорт где? Нету никакого. Мы проезжаем на 20 километрах в час. Обычные, лежачие, полицейские. Резиновые, маленькие, вот такие. Это не вот эта вот херня асфальтовая, здоровая, когда ты, если ее проморгал, и на 30 километрах в час в космос улетаешь. Нет, обычные, резиновые, вот, лежащие, полицейские. Вот, сейчас, мы едем сейчас 40, давайте, хорошо. Вот у нас, аккуратненько, вот 20 километров в час. Вот аккуратных 20 километров в час. Это было меньше, это было 10 километров в час. Все ямки, все ухабы, ты все чувствуешь. И это не вяжется с Мерседесом. Да, они, видимо, пытались его сделать таким резким, управляемым. И чтобы ты такой весь веселый, как на карте, такой мог сейчас. Хоп, поворот, тут в серпантин, тут ты такой. Уэп-пэп-пэп-пэп, повернул, поехал. Сейчас людей чуть не сдавили. Потом нажал, такой. И в случае с двумя литрами. Это реально работает. Это даже ускоряется. 1,6 мертворожденный, в принципе, он никуда не едет быстро. Но прикол в том, что это маркетологи вам рассказывают, что это вот мы так, это мы так придумали, это вот, чтобы мы специально сделали резкими. С такими параметрами, которые есть у этого автомобиля, невозможно было просто сделать комфортный автомобиль. Ну, потому что это класс, потому что это маленькая тачка. И вот, это очень странно. Я не знаю, почему меня за... Вот в BMW, копейки, у меня нет диссонанса. Во-третий, да даже во-первых, у меня нет диссонанса с брендом. Я не могу вам объяснить вот эту вот нематериальную штуку, но вот тут ты прям сидишь и такой, а где Мерседес? Где все то, за что я должен уважать этот бренд? Здесь только внешность. Но ты, сидя в автомобиле, внутри ты же ее не видишь. Ты же видишь, что на тебя люди поворачиваются, обращают внимание. Это да, говно вопрос. Да, с этим действительно, да, на СЛА смотрят, особенно на красный. Он привлекает внимание. С этой задачей справляется просто идеально. Но ты, как автомобилист, вот тут сидишь и такой... Есть две школы автомобильного строения. Европейская и азиатская. Даже не автомобилестроение, а дизайна. И это больше даже не школа дизайна, а маркетинговая штука. Каким должен быть автомобиль, чтобы его покупали либо в Европе, либо в Азии. Потому что это вообще диаметрально противоположные вещи. И вот эта история в Европе, как вы можете догадаться, не сильно продается. Потому что она больше продается в России, в СНГ, в Азии, в Корее, в Южной Америке моментами. И в чем принципиальные отличия? Азиатам и нам в том числе нужно, чтобы у нас были фары пожирные. Чтобы ты смотри, какая звездень, как можно больше страз. Чтобы все это было на показ. Такое вот, чтобы пацаны на районе уважали. В Европе немного другие ценности. Там продается А-класс. Обычный. Ну вот обычный, нормальный просто автомобиль, блин. Обычный маленький хэтчбэк. Не вот это вот, что я тут такой весь, такой весь из себя. И вот эта позиция мне принципиально, я не приемлю это дело. Вы видели, кстати, вообще, я недавно мне, я пока готовился к обзору, там, понятное дело, кое-что смотрел по интернету и потом мне начало догонять всякая интересная реклама. И меня YouTube догнал роликом корейским, рекламой новой силой. Там это такой кошмар. Это ж, блин, это просто Библия Блэкстара. Ну вот, там ты просто смотришь рекламу и понимаешь целевую аудиторию. И такой, в рот мои ноги, вы же так живете, вы же так хотите жить. Мы им сейчас вставочек подкинем. Один, два, три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И у меня что-то горит пердак с этого. Я не знаю, я не знаю почему, но почему-то именно этот автомобиль меня прям... Вот как автомобилиста. То есть, с точки зрения бизнеса, понятно, тут, типа, деньги, это очень прибыльный, успешный автомобиль, вопросов вообще ноль. И ты действительно можешь его купить, ездить, и реально на дороге все будут меня смотреть и говорить, о, да, прикольная тачка. Но меня, как человека, кто разбирается в автомобилях, а я все-таки разбираюсь в автомобилях, идите, комментатор, в задницу. Это вообще меня вот очень сильно раздражает. Мерседес-Бенц газовый упор. Что? Ну, типа, премиум. Премиум. В Рено Логан есть. Давайте вот просто вот. Рено Логан второго поколения, там присутствует газовый упор. Владельцу Мерседеса, скорее всего, нахер не уперлась, если что, открывать капоты и так далее. То есть, это же должен быть сервис настоящего официального дилера Мерседес-Бенц, где все в белых перчатках ходят. Но МВ, кто заливать придется, придется, вон она там есть. И, а как еще там, вот, вот, целевая, мы же все прекрасно понимаем целевую аудиторию. Мы же все прекрасно понимаем целевую аудиторию. Поэтому это же нужно еще, как бы, с накладными ногтями-то еще как-то отковырять, открыть, а оно падает, а у тебя сумочка, собачка, телефон, ты такой, как это... Ну, ладно, допустим. Допустим, открыли. И здесь у нас М274. Это, ну, серия, давайте по-другому. 271 серия, 204-я цешка, рядная четверка, фазовращатели, цепи, бородой, вот это все. Это, по сути, тот же самый мотор, только немного доработанный. Его немножечко усложнили, там, он, короче. В принципе, все, что здесь по технике существует, все то же самое, что и у Volkswagen, грубо говоря. И у современных, там, BMW, немцев, всех. И у вас непосредственный впрыск, пьезофорсунки, рядная четверка, поперечная компоновка. Дальше у нас там робот с двумя сцеплениями, про которые мы все-таки поговорим отдельно. Полный привод, в данном случае, в данном случае. Это очень редкая история. И все. Все точно так же отваливается, точно так же ломается. Первые случаи с этими моторами происходили на 50 и на 40 тысячах, что первые партии были задраны. Немножечко поправили, все дальше начало ездить. Если его обслуживать в регламент, в 15 тысяч километров, развалится через 150 тысяч. Если обслуживать 7 с половиной, будет ездить. Как и у других немцев, все болт в болт. Но, что нам важно здесь, это то, что он стоит поперек. И вот у нас тут стоит двухлитровый мотор. И это примерно 14% рынка. Ну, от 10 до 15 в среднем. В остальном они все на моторе 1.6. Который тоже 274 серия. Да, вопросов 0, 156 сил. Никуда вообще не едет. На переднем приводе. И вот эта вся история с Mercedes-Benz лично у меня не бьется. У него вот такенная звезда. Аж две сразу. А, кстати, у него, интересно, бывает еще этот, ну, типа, которая стоячая такая? Нет? Просто было бы, было бы, я, блин, было бы охренительно, если бы тут еще такая стоячая была такая здоровая. Ну, я точно Mercedes, я то, вот такая вот, я точно Mercedes, пацаны. Ну, вот по-любому. И потом же, после CLA именно понеслась ГЛА. Эй, современный ГЛЕ, ГЛС, ГЛС, вы видели этот дизайн вообще? Я же смотрю, я не знаю. Напишите в коммент, пожалуйста. Вот я не знаю, что с современным Mercedes происходит. Я смотрю на дизайн и такой, о, господи, если спереди ты еще как бы, ну, ладно, все в порядке. Ладно, как только поворачивается кроссовер задницы, ты такой, ой, господи, прости вообще, за что, за что? Как за это можно деньги отдавать? Я не, я сейчас, ну, типа, я не пытаюсь сейчас изобразить эмоции. Я не пытаюсь сейчас как-то так, чтобы эгегей, чтобы комментов больше, меня реально бомбить. Ну, типа, что? Ну, почему? Ну, зачем? Вот эта штука, я вам сейчас, кстати, вброшу. Может быть, кто-то из вас не видел, но сервисмены прикалываются вот с этой вот конкретной звездой, что это идеальная миска для обеда. В интернете очень много этих картинок, где у людей прям, ну, обед, там, типа, пюрешечка, там, макарошки, там, котлетка какая-нибудь, прям по секциям. Идеально, вот в таком случае, вот конкретно эту, конкретно этого автомобиля можно так использовать. Потому что за ней нет идеологического смысла. Мы автомобили покупаем только из-за идеологии. Ну, современные. Ты что, там, Toyota надежно, VAC, VALID, BMW веселый, там, неважно, вы покупаете 90% автомобилей из-за идеологии. Ну, точнее, хотите купить какой-то автомобиль. И Mercedes вы хотите купить, в первую очередь, потому что это престижно, потому что это комфортно, это, мать его, статус. А тут этого нет, тут есть только ширма. А внутри из-за этим нету никакого ни статуса, ни комфорта, ничего, ты едешь и страдаешь там. Но все снаружи думают, что ты хороший парень. Или девушка, неважно, кто там за рулем. Ну, ебаный ты, короче. В детских книгах прекрасной Туви Янсен про мумитролей были такие персонажи. Маленькие и пугливые ценители всего блестящего Тофла и Вивсла, которые общались на собственном языке. Кто идет, Сла? Прошептал Тофсла. Тихо сиди, Сла. Уверен, если бы они только увидели этот автомобильчик, Пусть ворочаются в своих гробах Даймлер, Майбах, Еленик и Бенц. Прощай, классическая компоновка. Бай-бай, неординарные технические решения последних декад на поверку оказавшиеся ненужными. Трехклапанное газораспределение, механические нагнетатели, сэндвичный пол прежнего А-класса с хитрой, но такой неудачной задней подвеской – все было зря. А оказалось, что с теми, кто страстно, примерно так же сильно, как Тофслу и Вивслу влекут драгоценные камни, любят красивенькие машинки и с ними нужно говорить совершенно на другом языке. На их языке. Это просто. Обычная переднеприводная компоновка, 1600-кубовый моторчик, преселективный робот вместо автомата – все как у всех. Зато силуэт, Сла, дисплей, Сла, руль, Сла, кресло в конце концов. И никакая страшная мора не остановит потенциального клиента, и никакая тряская спортподвеска не отпугнет, уже не говоря о тесноте и о навязчивых подголовников, которые следовало было называть подзатыльниками. И когда он, она, оно слегка расфокусированным от тряски на колдобинах взглядом остановится рядом с вами, не пугайте его. Он, она, оно хорошее. Просто откройте окно и мягко, доброжелательно спросите – нравится, Сла? И ставлю все золото с острова Хатифнатов, что в ответ вы услышите – это же Мерседес, Сла. На языке Товслы и Вивслы – высшая похвала. Это придумал не я, а написал Леонид Голованов, один из самых уважаемых мною людей в автомобильной журналистике по поводу силы. И я с ним полностью согласен. Три, два, один. Ну, типа, так же, как и все. Так же, как и все. Да, это 2 литра, полный привод. Он едет приятно. Тут я объективен буду. То есть, да, это вот точно такая же компоновка, как у всех таких автомобилей, там, вот этого С-класса, условно говоря, немецкого. Поперечный мотор, муфта, передний слэш, полный привод, вот такой. Да, и, наверное, он довольно нормально разгоняется. И точно такая же среднестатистическая надежность у всех остальных – да. Но! И есть момент, что тут-то все-таки стоит 7G DCT. И не нужно путать это с 7G-троник. С замечательным, безумным автоматом-мерседесом. 7G-троник реально просто… Я вот из этой стойки вообще ни хрена назад не вижу. 7G-троник – идеальный, замечательный, божественный, багический просто автомат. Просто муа, мерседес, муа! А 7G DCT – это крах и ужас. Потому что вот люди, кто хейтит DSG и S-троники, говорят, что это говнище, а не коробка, только до того момента, пока они не поездят на других роботах с двумя сцеплениями. Пока они не поездят на Пауэршифте, пока они не поездят на Мерседеса, там, DCT. Сейчас они хоть как-то хотя бы подтянули софт. Еще, ну, ты уже не совсем… не очень сильно страдаешь. Ты страдаешь еще. Ты чувствуешь, что коробка подпинывает. Ты чувствуешь, что она подергивает. Когда ты подъезжаешь и останавливаешься, она довольно часто… Может, довольно… Ну, сейчас не сработало, потому что не было перемещения. А когда она, допустим, ты ползешь на второй, полностью останавливаешься и в момент она перекидывается на первую, вот иногда подъезжает в жопу прям тычок. И это просто нормальная ее работа. Да. Тут мокрые сцепления, они довольно надежные. То есть там, типа, 100-150 тысяч километров пробега, как правило, даже не требуют замены. Но… По салону особо не пристанешь, потому что у нас тут хорошая комплектация. Вообще, на самом деле, мы, когда взяли этот автомобиль, мы с Пашей поняли, что мы допустили ошибку, потому что мы взяли автомобиль вот с мотором двухлитровым, который хороший, ну, в смысле, с точки зрения динамики, с точки зрения того, как автомобиль подрывается, в нем хотя бы появляется смысл. И он на полном приводе, и он едет, и намного интереснее, он едет совершенно по-другому, нежели варианты на 1.6. И по комплектации тут тоже все более-менее. То есть это как бы, мы взяли самый максимальный вариант, который сложнее всего, ну, как бы на него бомбить. Потому что тут еще, ну, тут просто… Хотя, климат-контроль, да, иди-ка ты в задницу своим климат-контролем, и так покрутишь, ты что? Ну, ты же все-таки не настоящий Мерседес купил, ты же все-таки, ну, покрути. Ну, в смысле, кнопочка авто, ну, не, не, ну, парни. Машина до сих пор стоит, ну, где-то полтора, 1.6, вот где-то в этом коридоре они стоят. Не, нормально. За полторашечку покрутишь, потому что дизайн жешь, дизайн жешь. Кайф такой, сидишь, у тебя АМГ руль, все, ты такой удобно, классно. Вопросов нет. Ну, вот, я не особо широкий человек, но при этом я вот сейчас сижу, как мне удобно, и рука у меня вот на сидении у пассажира. А в Мерседесе это, ну, это очень странно. Если бы он был хэтчбеком и не был бы таким претенциозным и таким вот, что кричащим, что посмотрите, я настоящий Мерседес, возможно, я бы так бы и не бомбил. Возможно, я бы так и не бомбил. Но что-то меня прям печет, парни. Что-то прям печет. Климатика, ну, нет, подлокотника сзади нет. И, по-моему, даже не бывает ни за какие деньги вообще. То есть, ну, типа, в принципе, у тебя даже не будет такой опции, что у тебя сзади будет подлокотник. Понятное дело, что задний ряд там просто, ну, типа, это камера пыток отдельная, потому что я, допустим, вот, ну, я там не сяду со своим размером ног. И это нормально для этого класса. То есть, я не говорю, что там в этом случае BMW или Audi будет лучше. В BMW вообще там нужно ноги пополам отпиливать, чтобы в копейку назад сесть, особенно в купешку. Вопросов ноль. Просто копейка и А3, они себя не позиционируют, как взрослые настоящие Мерседеса. А от этого прям пышут вот это вот, что я могу, я сейчас ба-да-бэ. Нет, не можешь. Вот так вот тормозит коробка. Это не потому, что я на тормоз резко нажал. Это потому, что первое, нахуй, типа, я встал. Ну, то есть, реально так вот, это так работает. ДСГ так не делает. Только когда уже помирает совсем. Здесь коробка, скорее всего, исправна. Я не знаю, то есть, я, типа, я не знаю полную историю этого автомобиля. Но вроде как все ездят, не жалуются. То есть, технически с тачкой, на самом деле, ни хрена не происходило. С ней все в порядке, не ломалось, едет, кайф. Только есть шанс шататься в руль, когда ты немножко, ну, когда ты тормозишься на светофоре. Эта тачка стоит полтора мульта на вторичном рынке. И вот, там, с 2016 года, понятное дело, что за три года потеряла половину стоимости с немцами. Так бывает, окей. И вот вам, как автомобилисту, ради этого автомобиля, силой, нужно отказать в покупке. Копейки BMW с рядной шестеркой. Audi A5, B8. Да, она будет там на пару лет постарше, но это будет продольный мотор. Это будет настоящий торсон, настоящая валева. C-шки. Да даже Touareg, тот самый, второго поколения, замечательный, который не разваливается. Япония, я вообще боюсь говорить, что там за полтора мульта можно купить. За полтора миллиона рублей можно купить автомобили. Довольно много. В которых будет еще что-то, помимо внешности. Спрос рождает предложение. У нас есть спрос на то, чтобы тачка снаружи выглядела, кайфово. А что внутри насрать всем? И вот от этого печет. Я не пытаюсь как-то задеть конкретно именно владельцев CLA или еще как-то. Меня просто не люблю, когда автомобиль создается чисто внешне и все. Самая лучшая аналогия по поводу этой тачки, лично у меня, это вот, знаете, вот в детстве, помните? Вот кто из вас так делал? Я так делал, когда стоит на кухне ваза с конфетами. Ты мелкий пи***, тебе их жрать нельзя целыми днями. Оно очень сильно хочется. И ты, чтобы тебя не запалили, берешь конфетку, съедаешь ее, потом находишь какой-то мусор по кухне, может быть фантики от других конфеток, напихиваешь в фантик, собственно, всякого говна, закручиваешь, кладешь на место, все, как будто бы никто ничего не трогал. Как будто бы никто ничего не ел, не пойман, не вор. Понятно, блин, из семьи трех взрослых людей, мелкого пи***, кто ж мог так сделать? Ты никто ж не мог бы догадаться никогда. О, кстати, рельсы. Это еще комфортненько мы проехали. Так вот, и вот этот автомобиль, как мне кажется, это вот эта вот конфетка, только без конфеты внутри, а с фантиками. Ты ее открываешь, понимаешь, что там ничего нет, тебя на е***. И это вот этот автомобиль. И вот провокационный вопрос. Что лучше, Audi A2 или вот это? Mercedes Benzilla. Это вопрос, ну, закономерный после нашего ролика с худшими автомобилями 21 века. Я задумался над этой штукой, вот, перед тем, как снимали ролик. И знаете, A2 будет лучше. Знаете, чем? Тем, что ее сняли с производства. Все, вот A2 уже не будет. То есть там какие-то там доезжают, там какие-то оставшиеся экземпляры, единицы, но через какое-то время погинут и они, и мы, наконец, забудем полностью про этот автомобиль. А это у нас вот актуальная история. Он никуда не за второе поколение вышло. И в случае A2, это, знаете, это как вот у тебя была вот очень страшная бывшая. Тебе друзья про нее периодически напоминают. Ты такой, ой, как плохо было, но это было в прошлом. Это было когда-то и никогда больше не повторится. А вот это настоящее, ты никуда от нее не денешься. Все, пожалуйста, живи, пользуйся. Не сильно получится. Уж тупая, беспроцветная, но красивая. Это вот такой случай. Вот это настоящее, ну и тупейшая вообще, но красивая. Ты с ней такой, давай об этом поговорим, давай об этом поговорим. Может какую-то дискуссию, может что-то обсудить. Она такая, нет, я просто красивая. Смотри на меня и все. Больше ничего не помню. Вот, могу губы дуть. Все. Вот это силой. И вот смотрите, я на этом автомобиле катаюсь целый день. До этого на CLA, на GLA я ездил довольно много, потому что они периодически попадаются в каршеринге. Вы знаете, я пользователь каршерингов практически всех в Москве. И вот конкретно этот вариант с двухлитровым мотором на полном приводе я еще могу понять. 1.6, 90% моделей CLA я не могу понять, потому что это вообще никак не бьется с моими ценностями как автомобилиста и с ценностями, которые декларирует бренд. И я понимаю, почему эти автомобили покупают. И я понимаю, что их будут и дальше покупать. Вообще вопросов ноль. И на самом деле, если вы ездите на CLA и посмотрели этот обзор, вы такие... Эээ, ты че, классная тачка, мне нравится, я вот езжу. Да классно, ездите сами. Для меня самая первоочередная задача любого автомобиля, как мне кажется, это выполнять хотелки и желания владельца. Если вы получаете удовольствие от своего автомобиля, да говно вопрос, ездите, пожалуйста. Каждому не угодишь. Просто лично мне, как автомобилисту, этот автомобиль кардинально не нравится. Вот прям вообще никак. И именно поэтому в начале я сказал, что этот ролик будет субъективным, предвзятым, потому что вот именно мой бомбеж. Вот лично я, как человек, как автомобилист, просто сгораю нахрен от этого автомобиля. Вы, может быть, нет. Может быть, вы этого не замечаете, но вот... Может быть, как они не замечали, что вот Audi A2 существует. А теперь троллите меня в моем же инстаграме постоянно, подкидывая, что о, типа, смотри, какое говно. Я каждый раз открываю, такой, ух, б***ь, опять A2. Ну, что поделать, подписывайтесь, кстати, на инсту. Там все ссылочки в описании. Какое ваше мнение по этому автомобилю? Вот пишите честно в комментах, что, как вам кажется, почему этот автомобиль покупают? И купили бы вы, вот честно. Или, может, у знакомых у кого-то есть. А мне тут больше сказать нечего. А вы знаете, что делать. Пока. Ты ждешь, что я сейчас что-нибудь добью еще? CLA? Х**ня! Вот тебе, пожалуйста. Если ты хочешь. Отдельный респект, надо сказать, владельцу. Вот давайте я где-нибудь оставлю какую-нибудь соцсеть его. Можете ему зайти и написать респект. Скорее всего, инста какая-нибудь будет. Что вот зайдите в инсту и напишите, типа, респект, братан, спасибо большое. Потому что я полгода искал машину, и ни один человек, довольно много было предложений по CLA. Ни один человек мне не отдал ключи от тачки, причем того, что я подхожу и такой, чувак, я буду машину обсирать. Все такие, а насколько сильно? Я такой, ну, мне не нравится этот автомобиль. Ну, давай подумаем, давай посмотрим. А тут такой, так, держи, я в себе уверен. Я знаю, зачем я купил этот автомобиль, у меня здесь жена, ей все по кайфу, мне все по кайфу, всем все отлично. Говно вопрос, набери, конечно, говори, что хочешь. Вот за такую позицию, красавчик. Хотя мне там, конечно же, напишут, что, типа, из одного ведра черпаешь воду и в другое льешь. Вот это твой стандарт. Одно и то же, можно было сказать, за две минуты. Нет, бля, иди, хуй, сам снимай ролики. Если такой умный, блядь. Что-то у меня сегодня настроение такое прям. Бон аппетит. Хорошего вечера всем. Можете отдавать машину на обзор. Я вот человеку машину заправил и помыл. Сервис, х**. Обосрал машину на всю страну, но помыл зато. Насрал, убери за собой. Вот, блядь, торрик, вот такой можно купить, нахуй. Вот такой же прям. Ну, чуть-чуть подороже будет стоить силой. Ну, капельку. Ну, там же автомобил с большой буквы АУ. А тут, блядь. Х**. Так, глушил внезапно, блядь. Значит, смотрите, по сути, есть две большие школы автомобильного дизайна. Это европейская и азиатская. По большому сути. Это больше даже... Приехали, блядь, насмотрю, снимать в день закрытия, сука, мотосезона нахуй. Хер звук снимешь. Короче, у вас отправляется нахер опятая, даже торрек второго поколения. Опять эта бабка, еб твою мать. А, это другая? Топарница. Так вот. Ладно, сейчас со старта поедем. Ха-ха-ха. У них тут бабкин синдикат вообще. Взяли перекресток под контроль. Мы доим эти тачки. Ой, сколько мы выхватим за это дело, что типа, как ты можешь так над бабушками? Не от хорошей жизни они на перекрестке стоят. Да, и понятное дело. Только, ребят, в Москве это не так работает. В Москве на каждом перекрестке у вас такой чисто случайная такая бабушка, которая, конечно, боже, одуванчик просто милостыню просит. Попробуйте, постойте здесь сами, попросите милости. У вас быстро определят по месту. Так вот, загорится светофор и начну рассказывать. У нас же режиссура, ебать. Надо же, чтоб картинка там, как в айпаде так. Сидя-то не Камильфо, не второй ж канал, ебтайте. Надо же, блядь, чтоб. Топ-гир снимаем, ебать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.